МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортажах журналистов МТК-видео на канале ТНТ. В этом выпуске. Сегодня в эфире Владимир Путин. В полдень по московскому времени глава государства озвучит свою позицию о предстоящей пенсионной реформе. Благоустройство улицы Берзина. Шесть дворов приведут в порядок к ноябрю. Праздники под охраной. Около тысячи полицейских выйдут на сентябрьское дежурство. Об этом и многом другом за 15 минут. Российские телеканалы изменили сетку вещания в связи с телеобращением президента Владимира Путина. В полдень по московскому времени, 29 августа, глава государства озвучит свою позицию о предстоящей пенсионной реформе. Речь президента покажут Первый канал, Россия, НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал и ТВ-центр. Практически все они, за исключением Первого канала, уже внесли изменения в телепрограмму, опубликованную на официальных сайтах. В большинстве случаев на речь Владимира Путина выделено 30 минут. В своем телеобращении глава государства будет говорить о смягчении пенсионной реформы и о более гибком подходе при ее внедрении. Ранее президент заявлял, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов реформы, но призывал опираться на экономические оценки. Законопроект об изменениях в пенсионное законодательство предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. На улице Берзина во дворах домов с 13 по 21 начали благоустройство территории. Там укладывают новый асфальт и тротуарную плитку, а также расширяют парковки. К ноябрю обустроят 6 дворов. Это почти 5000 квадратных метров. Работы начали в середине августа. Сейчас выполнили 60% из плана. В сентябре комбинат зеленого хозяйства приступит к установке детских площадок. Ну, детские площадки. Этими будут заниматься детской площадкой между 17 и 19. Ну и, соответственно, следующая между 19 и 21. Благоустройство начали по многочисленным просьбам жильцов близлежащих домов. Сейчас на укладке асфальта трудится 20 человек. Стоимость работ 12 миллионов рублей. Средства выделили из фонда особой экономической зоны. В поселке Сокол заасфальтировали двор дома номер 9 на улице Королева. Общая площадь нового покрытия почти 400 квадратных метров. Эта пятиэтажка находится в низине и во время паводков подъезд к нему часто заливает. Новый асфальт избавит жильцов от этой проблемы, считают специалисты. Также в Соколе сделали дорогу возле детской поликлиники на Гагарина 11. Весь объем работ сотрудники ГЛУДа выполнили за один день, так как эта техника нужна в городе. Это тоже запланированные работы. Кстати, я хочу сказать, что они делаются в рамках в том числе и социального партнерства. Работа наша, а асфальт нам представил депутат Маганадской областной думы Евгений Николаевич Салтанов. Большое ему за это спасибо. Для нас это сэкономлено 3-4 миллиона, это большие денежные средства. Следующим летом в поселке Сокол планируют создать сквер имени Василия Погорелова. Он был одним из основателей аэропорта. Зимой подготовят всю необходимую проектную документацию. В следующем году планируют также восстановить Стеллу на въезде в поселок. 1, 3, 8 и 9 сентября сотрудники МВД, ФСБ и МЧС перейдут на усиленный режим работы. На заседании антитеррористической комиссии в региональном правительстве говорили о мерах безопасности во время проведения сентябрьских мероприятий. Отдельно обсудили выборы губернатора, которые состоятся 9 сентября. Взбирательные участки уже проверили на предмет технической и пожарной безопасности. На данный момент они полностью готовы к 9 сентября. В период с 9.07 сентября по 9.10 сентября обычно состав правительственных дел будет переведен на усиленный вариант несильной службы. В системе видеонаблюдения, как была получена информация, избирательная комиссия, оборудована 41 избирательного участка. Все территориальные избирательные комиссии, 10 тиков. Стационарный металлодетектор установлен на 34 избирательных участках. Кроме того, если личный состав несущий службу на внутренних постах избирательных участков, при необходимости будет обеспечен ручными металлодетекторами. Глава региона Сергей Носов напомнил, что люди, от которых зависит безопасность проведения выборов, также смогут проголосовать досрочно или на участках по месту пребывания. В день голосования будет задействовано около 800 сотрудников силовых ведомств. Автотек готовит к Дню микрорайонов. В рамках праздника жители и гости могут без предварительной записи посредников пообщаться с представителями мэрии, получать консультацию разных органов. День микрорайона – это магаданская традиция, которой уже 14 лет. Праздник проводится мэрией в целях повышения уровня информированности населения, деятельности органов местного самоуправления и привлечения общественности к управлению городом. Праздники микрорайонов в эти дни проходят также в Москве, Новосибирске, Сыфтывкаре. Те, кто приходят на эти мероприятия, они получают ответы на все интересующие их вопросы. И даже в оперативном порядке можно получить консультацию, обратиться напрямую к мэру на приеме, написать какое-то заявление, пожелание и так далее. В районах города, в Снежном и в поселке Уктар, жители соберут перед Домом культура. В Соколе, на площади Пионерской. Собери ребенка в школу. Кто в Магадане помогает наполнить ранец детям? Танцы по делу и сопресли и восточное угощение от узбекского ресторана. Праздник отметили жители Гагарина. Время рыбалки. Видео в рубрике «Мобильный репортер». Стартовала акция «Собери ребенка в школу». В Магадане она проходит каждый год уже на протяжении 15 лет. Помощь могут получить малоимущие и многодетные семьи. В этом году наборы со всем необходимым для учебы получили уже 280 детей. За 15 лет проведения акции – это самое большое количество детей, которым была оказана помощь. В прошлом году это число составляло 196 детей. Вот сегодня многодетные семьи. Приятно помогать, когда 5-6 детей. И для таких семей действительно сложно и проблематично собрать деньги, чтобы детям купить необходимое. Но даже если что-то в нашем наборе не хватает, они уже имеют базу, они всегда могут докупить, и эта помощь им будет очень важна. 1 сентября в Магадане за партой сядут 11 тысяч учеников. Из них 1200 – первоклассники. Акция «Собери ребенка в школу» завершится 31 августа. Танцы по Делвиса Пресли, конкурсы с подарками, угощения от узбекского ресторана. Этот вечер жители Гагарина 30 ждали, о нем просили. Праздники двора проводит депутат Магаданской областной думы Владимир Головань. Так возрождают забытые традиции советского времени, когда соседи собирались вместе и обсуждали общие проблемы. Звуки музыки, детский смех и запах восточного блюда привлек на площадку не только местных жителей, но и соседей из других домов. Угощения готовили на 300 человек, но праздник собрал больше гостей. На настоящий узбекский плов от шеф-повара магаданского ресторана закупили 50 килограммов парной говядины, риса и моркови. С мясом говядины очень вкусно. Если свинина, чуть-чуть надо горячий перец, острый жюгучий перец. Потом сейчас свинины мяса слишком легкие, мягкие, поэтому немножко острый перец надо кидать. А говядина не надо, он не любит. Рецепт самого праздника простой – найти энтузиастов и подготовить программу. Из обычной площадки на праздники создают сцену, спортивную арену, танцпол. Гости праздника получили сладкие подарки. Девочки ушли с мягкими игрушками, мальчики с футбольными мячами, а самые маленькие – жители двора с пирамидками и мыльными пузырями. Очень нестандартный подход к рыбалке продемонстрировал мобильный репортер. Не нужно выходить на лодки в открытое море, даже снасти никакие не нужны. Все, что нужно – прийти к берегу бухты светлой и руками складывать мойву в пакеты. Зачем сачок, да? Вон, все кишит, все. Спонсор рубрики – магазин «Мастерок». МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-90-60. Субтитры создавал DimaTorzok